В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки приняли участие команды семи городских школ. Каждому стрелку предлагалось делать по восемь выстрелов. Три пробных и пять зачетных. Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество баллов. Среди девушек самой меткой оказалась Екатерина Корнева. Она выбила 37 очков из 50 возможных. Привлекает этот вид спорта, так как он очень спокойный. Не требует от себя каких-либо физических нагрузок. Ты должен этот вид спорта такой, ты отключаешься от всего и ты сам наедине с винтовкой. И вот это меня спокойствие привлекает. Самым метким из юношей оказался Владислав Кулагин. Он набрал 45 очков из 50 возможных. Юный стрелок рассказывает, к такому результату пришел благодаря постоянным тренировкам в юноармейском отряде городской гимназии. Три года назад он записался в него сам, так как решил свою дальнейшую жизнь связать с военным делом. У меня все военные. Я считаю, это очень престижная работа. Занимаюсь еще борьбой. Также люблю баскетбол, футбол. Вообще очень спортивный. Люблю спортом заниматься. В Дубосарах культивируют 10 видов спорта. В четырех спортивных школах совершенно бесплатно занимается более трех тысяч детей. Помогает приобщать молодежь к спорту и общественной организации. Одна из них – союз десантников Приднестровья, организатор соревнований по стрельбе. Задача у нас одна – это популяризация службы молодежи в вооруженных силах и патриотическое воспитание молодого поколения. По итогам соревнований первое общекомандное место заняла гимназия номер один. Команде победительницы организаторы вручили кубок, а призерам в личном первенстве дипломы и медали. Ярослав Богат, Анжела Каранчук, Александр Гиря, Первый Приднестровский телеканал.